Привет, супер-родители! Сегодня мы будем разбираться с самыми эффективными играми для развития мелкой моторики, ручек, мануальных навыков, которые влияют на речь вашего ребенка. Меня зовут Елена Антонюк и автор проекта «Все дети гении» и мама двоих замечательных деток. Итак, я думаю, что все родители понимают, насколько важно для ребенка развивать мелкую моторику и мануальные навыки. От этого будет зависеть речь, способности к иностранным языкам, умение управлять ручками, а руки мы задействуем в очень большом количестве задач ежедневно. Конечно же, ваш ребенок развивает самостоятельность, кушает сам, и для этого он тоже должен тренировать мануальные навыки, вот эту зону руки. Поэтому для того, чтобы малыш хорошо говорил и хорошо пользовался своими ручками, был уверенным, начинаем нашу серию полезных игр для ребенка. Итак, все, что касается детей от года до трех и все, что можно дать им в руки для того, чтобы они сортировали, складывали, перебирали, обязательно давайте своим детям. Единственный критерий, на который вы должны обращать внимание, это размер предмета и его безопасность. Маленькие дети пока что еще все тянут в рот и, соответственно, вам нужно давать такие предметы, которые чисто технически в рот поместятся, но проглотить их и подавиться этими предметами невозможно. Любые игрушки, в которых нужно заталкивать предмет в какую-то коробочку, в какую-то фигурку и так далее, они очень полезны, потому что в этот момент ваш ребенок координирует движение, его мозг посылает сигналы рукам, глаза, оценивают расстояние до этого предмета. И для того, чтобы попасть, работает целая система в голове вашего ребенка. Мы отдельно с вами разбирались с тем, как развиваться мозг и тело ребенка. Вы всегда можете просмотреть бесплатные тренинги на канале «Все дети гении», разобраться с тем, каким образом помочь крохе простраивать правильные нейронные связи, развивать органы чувств мозга и тела, для того, чтобы дальше легче обучаться, концентрироваться и легко реализовываться в жизни в выбранном таланте. А пока что вы можете брать любые игрушки и предметы, которые связаны с заталкиванием повторяющихся элементов, например, в коробочку или проталкивание вот в такой арбузик. Далее вы можете взять просто обычные банки и коробки, что у вас попадается под руку дома, прорезать дырочки определенной формы и дать ребенку много повторяющихся предметов. Это могут быть палочки, это могут быть доминошки, это могут быть крышечки из-под йогурта и миллион других вариантов, которые предполагают, что ребенок берет ручка и заталкивает этот предмет в определенное пространство. Далее, когда вы уже будете уверены, что ваш ребенок перестал все тянуть в рот и съедать все, что он видит на своем пути, и тут очень индивидуально. У кого-то это проходит год плюс, у кого-то полтора года плюс, а кто-то и до года и девяти месяца все тянет в рот и все съедает. Поэтому, как только вы поняли, что ребенок уже не тянет все подряд, добавляем всякие разные крупы, которые могут давать возможность копаться вот в этих вот сенсорных бассейнах. Это могут быть крупы, гречка, рис, пшеничка, это может быть мука, это может быть манка, это могут быть обычные фасолинки, любые элементы, которые можно перебирать. И вот туда вы можете закидывать огромное количество разных других элементов. Это могут быть фигурки с животными, это могут быть буквы-цифры, какие-то вот знания, которые, да, ребенок, он будет их потом получать, но самое главное, чтобы он получал все это через движение и через сенсорный опыт. Это главный принцип. Потому что, если вы понимаете, как развивается мозг и тело ребенка, то все начинается именно с физического развития, от количества движений, от количества действий. Зависит то, какие формируются нейронные связи, насколько будет умный ваш ребенок, да, и многие моменты, которые связаны с органами чувств, как он воспринимает чистые каналы восприятия через слух, через зрение и через другие органы чувств. Или есть все-таки какие-то помехи, которые в дальнейшем будут мешать ребенку обучаться. Поэтому перебирать и пересыпать нужно очень много. Давайте ребенку любые пластиковые формочки, коробочки, из которых он может пересыпать материалы, которые вы даете, да. Также давайте ребенку вот эти вот пластиковые баночки, коробочки в воде. Когда он находится в ванной, принимает ванну, обязательно давайте эти элементы и давайте задание переливать это туда-сюда, потому что это развивает координацию движения у малыша. Это очень-очень важно. Далее, возьмите простую коробку, наклейте туда любую картинку из любого журнала. Это может быть какой-то животный, трактор, что угодно, то, что любит ваш ребенок. И прорежьте просто дырочку. И, например, у нас это котик, которого мой ребенок кормит, заталкивая туда желуди, которые мы собрали на улице, хорошенечко вымыли и высушили. Следующее простое задание это, когда ребенок одевает резиночки, руки маленькие не слушаются. И, конечно же, чтобы одеть резиночку, а еще и несколько резиночек между какими-то предметами, очень важно, чтобы ребенок научился координировать движения своих пальчиков, тонкие движения пальчиков. Они действительно потом помогут ребенку легко писать, потому что, чтобы писать, человек должен глазами смотреть на то, что он делает. И контролировать, непосредственно передавать сигнал от глазок в мозг. Мозг обрабатывает эту информацию, выдает реакцию в виде того, что рука должна писать каким-то образом. И глазки следят за тонкими движениями пальчиков. Это очень такая скоординированная система. Вы всегда можете прослушать бесплатные тренинги на YouTube-канале, в инфоблоке. А также вы всегда можете присоединиться к практическому онлайн-курсу по ссылочке снизу, в котором мы проходим природное развитие ребенка на каждой стадии развития мозга. Что нужно давать, когда и какое время, и что дает максимально активное развитие крохи. Естественно, все это базируется на опыте неровых специалистов, нейрофизиологов, педиатров, логопедов и других суперкрутых специалистов. Итак, идем дальше. Если ребенку сложно надевать резиночки на коробочки, на какие-то зацепочки, крючочки, берем обычную пирамидку, снимаем все элементы из этой пирамидки. И эта конструкция стоит стабильно, и на нее ребенку удобно одевать резиночки, тренировать свои ручки и координировать свои движения. Следующее любимое задание для всех детей, это, конечно же, лепка. Лепить можно из разных материалов. Можно лепить из специально приготовленного теста. Даже если маленький ребенок где-то его ближет или погрызет, ничего страшного не происходит, потому что вы можете приготовить это заварное тесто у себя дома, добавить туда красителя. И у ребенка получается такой себе пластилин, он очень мягкий, он очень нежный, и ребенок очень любит играться в этот пластилин. Можно брать обычную какую-то смесь для лепки, которая продается сейчас в большом количестве в магазинах. И тоже Блейду, можно тоже использовать это все. Ну и, конечно же, можно брать другие вариации, из чего можно лепить ребенку. Тут нету никаких лимитов креативности ребенка. Тут добавляем много разных там формочек, которыми можно выдавливать, делать разные фигурки. Можно зайти в кондитерский отдел, и там много всяких формочек, которые можно использовать, чтобы ребенок выдавливал эти вот фигурки, да, и лепил из пластилина, и максимально наслаждался этим процессом. Следующая классная игра, это, конечно же, мегформерсы. Это геометрические фигуры, квадратики, треугольнички, которые на магнитиках. Очень крутая вещь с точки зрения вообще, в принципе, развития пространственного воображения, потому что это очень полезно в дальнейшем будет, да, в процессе обучения. И, конечно же, это тренирует руки, это требует того, что ребенок должен сделать усилие и разъединить эти элементы своими ручками, а также скоординировать и построить какую-то конструкцию. Следующая любимая наша конструктора, мы очень любим, в принципе, любые конструкторы, но вот эти вот конструкторы помогают не только развитию мышления, но и, кроме того, развитию рук и мануальных навыков и тактильных ощущений. Поэтому следующая классная игра, это вот такие вот липучки, которые ребенок должен разъединять. Это тоже один из видов конструктора, у него есть много разных цветов, и он очень такой колючий на ощупь. Соответственно, ребенок, когда разъединяет, во-первых, он делает микромассаж своих ручек, во-вторых, это полезно, потому что, опять же, происходит координация движений, координация руки, это тоже очень круто. И дети любят такие вот штуки, потому что можно сделать слепик какой-то мячик, покидаться в друг друга, как будто бы это снежки и так далее. Простейшее задание это прищепки. Прищепки точно есть у каждого в доме, поэтому набираем набор прищепок, берем любую картоночку, вырезаем любую фигурку, которую любит ваш ребенок, это может быть елочка, машинка, куколка, неважно. И даем ребенку задание одевать прищепки. Помните, маленький ребенок год плюс, он не умеет их одевать, потому что для того, чтобы одеть прищепку, нужно скоординировать движение и прижать ручками, чтобы она с другой стороны открылась и схватила эту картоночку. Поэтому пока ребенок маленький год плюс, вы одеваете, а ребенок их снимает. Это тоже полезно, потому что нужно схватить этот предмет и, конечно же, потянуть на себя. Еще одно простое занятие, но вы это занятие обязательно делаете вместе с ребенком. То есть это уже ребенок два года плюс, и вы наблюдаете за ребенком каждый раз, когда вы даете ребенку мелкие предметы. Даже не отворачивайтесь и глаз не спускайте. Если вы не уверены, что сможете проконтролировать процесс, лучше не давать такие мелкие предметы, которые ребенок может потянуть в рот. Ну, в любом случае, это все на ответственность родителей. Вы сами знаете своего ребенка, и что он может, и что он не может. Если ребенок адекватно реагирует на эти задания, понимает и выполняет правила, под вашим присмотром вы берете пенопласт, обычный кусок пенопласта из любой коробки. Вы берете маленькие кнопки-гвоздики, и этими маленькими кнопками-гвоздиками вы просите ребенка сделать какую-то или букву, или фигуру, неважно что. Поначалу нужно просто ставить эти кнопки-гвоздики прямо в пенопласт, потому что, когда ребенок заталкивает эту кнопку туда, естественно, тоже у него происходит работа ручками. Еще одно простое занятие, но опять-таки, да, его можно использовать, когда ребенок уже адекватно реагирует на мелкие предметы. Есть специальные игры, в которых есть отдельные маленькие гвоздики, они как булавки-гвоздики, ну и, конечно же, маленькие элементы. И специальная корковая подставочка. Ребенок выкладывает на эту корковую подставочку определенные фигуры, заталкивает туда либо ручками, в зависимости от шапочки этого гвоздика, либо молоточком тоже забивает этот гвоздик, и получается какая-то картина. Еще одна интересная игра тоже с булавками. Напомню, что с ними нужно быть очень внимательными, не оставлять ребенка никогда наедине с этими предметами. Как минимум, потому что они могут потеряться, где-то упасть на пол, и потом где-то кому-то попасть в ногу. Поэтому это внимательно наблюдаем, но эти игры полезны для рук. Это уже ближе к трехлетнему возрасту, когда у вас есть пенопласт, на нем корсина, и дальше у вас в наборе есть булавочки, есть бусинки. Ребенок ставит бусинку и продевает в эту бусинку, в дырочку эту булавочку, и заталкивает ее ручками. Тут идет очень тонкая работа рук, и тут очень важно и классно это все. Теперь следующая игра, это, конечно, просто обычное рисование. Ручкой, фломастером, карандашом, неважно. Главное, что ребенок учится держать карандаш правильно. Помните, что нужно карандаш вкладывать правильно в ручку вашего ребенка. То есть не давайте возможность хватать карандаш вот так. И старайтесь показать, да, как ставится карандаш или ручка правильно, или кисточка. То есть вот так вот вкладываем на пальчик и вот так вот учим ребенка держать его таким образом. Еще одна сложная задача во всем этом процессе, это закрывание и открывание колпачка. Это действительно очень требует большой координации и движений, и зрения с движениями, потому что для того, чтобы попасть в колпачок и закрыть фломастер или ручку, ребенку нужно хорошенечко постараться. Еще одна игра, связанная с пластилином, это когда вы даете ребенку пластилин и какие-то формы, которые нужно выдавливать. Потому что когда ребенок делает усилия руками, он продавливает, например, пластилин через какой-то туннельчик, да, или еще что-то. Когда он прилагает усилия руками, то, естественно, тоже разрабатывается и развивается мелкая моторика и мануальные навыки. Давайте в игровом формате ребенку пластиковый ножик с тупым краешком, для того, чтобы малыш учился, во-первых, управлять вилкой и ножиком во время еды. Да, это развивает би-мануальные навыки, то есть две руки, которые очень полезны, потому что взаимодействие идет между полушариями мозга, левым и правым. Я думаю, что вы понимаете, почему это важно, и затем, в принципе, включать два полушария мозга в процесс развития. Итак, если вашим детям 10 месяцев плюс и с 6 месяцев вы давали им во время прикорма ложечки, то, скорее всего, ваши дети уже кушают в 10 месяцев самостоятельно. Наши дети уже кушали в этом возрасте сами. Да, это не чистая процедура, ребенок не может идеально чисто донести ложечку, иногда где-то там какая-то еда может капать. Но, тем не менее, твердую пищу, я говорю о каше, например, кусочки мяса, а не о супе, уже как минимум в этом возрасте ребенок сможет кушать. И дальше вы развиваете навыки самообслуживания. И это не только о том, что ваш ребенок сам может кушать, это о его уверенности и хорошей самооценке. Я могу, я умею, я сумел, я научился. Мы очень детально разбираемся на, опять-таки, практическом курсе, как ребенка приучать к самостоятельности. Но вы должны понимать, что физическое развитие, то есть мануальные навыки, вот эта зона руки, хватания, отпускания, они напрямую влияют на то, сможет ли ребенок 10 месяцев сам кушать, или его руки еще недостаточно его слушаются, и он не понимает, как это делать. Поэтому, если вы хотите проходить полную программу, вы всегда можете присоединиться по ссылочке снизу. А сейчас продолжаем упражнения и игры, которые связаны с развитием мелкой моторики мануальных навыков. Даем ребенку маленькие ножики, даем ему резать пластилин, колбаски всякие там, которые вы приготовляете. И даем ребенку возможность управлять руками. Если есть, например, вилка и есть ножик, то можно попросить ребенка порезать эту еду, покормить мишку, покормить машинку или еще кого-то. Причать к тому, что кушать вилкой и ножом, это нормально. На самом деле, в Англии дети уже в 2 года абсолютно спокойно управляют и вилкой, и ножом, и абсолютно не чувствуют никакой сложности в этом процессе. Поэтому также учите своих малышей это делать. Еще одна простейшая игра, которая доступна абсолютно в любом доме. Берем пластилин, либо какие-то элементы, например, губка для мытья посуды, и даем ребенку зубочистки. Еще раз, удостоверьтесь, что ребенок достаточно осознанный, чтобы не махать этими зубочистками, да, и не доставлять опасность кому-то, либо себе, либо окружающим. Если все окей, возраст ребенка позволяет, берете зубочистки и заталкиваете либо в пластилин, либо в вот эту вот губку для мытья посуды. Если ребенок, например, еще пока что слишком там резко может махнуть рукой, возьмите просто обычные любые деревянные колышки. Они продаются в любом строительном магазине. Какие-то элементики, да, да просто можно набрать каких-то палочек на улице, например, и дать ребенку возможность позаталкивать их в пластилинчик, да. Ну, если хотите совсем маленькому ребенку, то это какие-то колышки с тупыми краешками, да, чтобы они были безопасны, но при этом ребенок должен был сделать усилие ручкой и затолкнуть это в пластилин. Как видите, у нас на этом же видео есть еще элементы, которые связаны с пшеницей, и эту пшеницу тоже можно заталкивать в пластилин. Когда ребенок раскатал ручками, например, да, потом вы побили ручками этот пластилин, дали ему, например, там в тарелочке немножечко этой пшенички, и ребенок тоже ручками складывает эту пшеничку в пластилин или делает какую-то фигурку или какой-то рисуночек. Для ребенка это добавляет разнообразие, когда вы работаете с разными материалами. Ему интересно, ему прикольно, постоянно что-то новенькое, и он будет любить у вас процесс творчества и включения в эти занятия. Даже элементарно взять ручками и пересыпать этот материал из одного места в другой. Можно, допустим, дать две чашечки, из одной пересыпаем ложечкой в другую, да, тренируем мануальные навыки. Потом дать две чашечки, попросить ручкой пересыпать сюда или там в другую чашечку. Если в ванной из водой перелить из одной чашечки в другую, то есть вот такие вот вещи, они коронируют движение. Следующее простейшее упражнение. Берем любой предмет, абсолютно любой, и заворачиваем в фольгу. И еще раз напомню, что все мелкие предметы, и в частности фольга тоже, если вы даете ее ребенку, то вы сидите рядом и наблюдаете за ребенком, чтобы он не потянул эту фольгу в ротик. Соответственно, когда ребенок раскрывает фольгу, ему нравится процесс поиска, это как какой-то сюрприз, да, который он ищет. И потом он находит какую-то игрушку. Вы можете назвать эту игрушку, попросить ребенка там ее куда-то положить, поставить. Следующая игра, это, конечно же, киндер-сюрпризы. Когда-то раньше у нас с вами были такие оранжевые, помните, киндер-сюрпризы, желто-оранжевые. И сейчас тоже, возможно, кто-то покупает киндер, либо можно где-то их взять, и ребенка просить открыть и закрыть, открыть, спрятать, например, туда фасолинку, закрыть и так далее. Такие упражнения, они действительно помогают ребенку еще координировать свои ручки и открывать и закрывать предметы. Следующее простое занятие, это закидывание доминошек в коробочки. На самом деле, это обычные баночки, лактационный чай там когда-то был. Также я отложила у своих подруг баночки из-под детского питания, и в крышечке просто прорезается, в пластиковой крышечке просто прорезается дырочка под определенную форму. Под доминошки прямоугольные, под палочки кругленькие, да, и так далее. То есть вот таких вот вариаций будет много. Очень круто, если вы будете чередовать это. На самом деле, эти занятия организуются дома, даже не имея каких-то дополнительных денег на игрушки или не покупая дорогостоящие игрушки. Это все можно организовать у себя из-под ручных средств. Если ребенку пока сложно, и он не понимает и не может скоординировать руку, чтобы закинуть именно какой-то предмет доминошку, например, именно под таким углом, просто открывайте крышку, пускай ребенок складывает поначалу все именно таким образом. Самое главное, что вы должны помнить, это то, что занятия должны быть короткими, да, и постоянно чередующимся. На одно занятие у вас уходит около двух минут, приблизительно так, да, если вы видите, что ребенку начинает надоедать, быстренько меняйте. Сразу давайте новое задание, а предыдущее потихонечку убирайте, чтобы увлечь ребенка. Делайте таких заданий несколько, да, можно заготовить около пяти занятий заранее, поставить эти все предметы и поочередно давать ребенку эти занятия. Потому что если ему наскучит, он быстро будет убегать. У ребенка есть очень быстро переключающееся внимание, и это нормально. Поэтому если вы успеваете перебрать несколько вариаций занятий, это супер. Вы сможете за пять, за десять минут прозаниматься и сделать некоторые направления, которые вызовут мелкую моторику. Но помните главное правило. Об этом я говорю все время в проекте «Все дети гений», поэтому подписывайтесь на канал, там есть много информации. В инфоблоке у вас есть информация о том, почему важно заниматься физическим развитием, а не просто усадить ребенка, чтобы он много сидел. Потому что, опять же, важно, чтобы вы помнили, что физическое развитие влияет на интеллект, оно влияет на то, как формируются структуры мозга, на то, как развиваются органы чувств и так далее. Поэтому не забываем, что если ваш ребенок 10 минут просидел, он должен минимум 30, а лучше 50 минут заниматься физической активностью. Идем дальше к следующему упражнению. И оно действительно простое и легко реализуемое в любом доме. Во-первых, вы можете наклеить себе на стену мелованную пленку, на которой ребенок может рисовать мелочком. Во-вторых, можно купить любую доску, маленькую, побольше, покрупнее, на которой ребенок тоже сможет рисовать. Когда ребенок держит мелочек, у него тоже начинается отработка мелкой моторики, и это полезно. Рисуйте вместе с ребенком, давайте ему возможность рисовать, и это доставляет ему удовольствие. Как я и говорила ранее, мы использовали любые материалы для сортировки и перебирания. Наши дети очень много сортировали, перебирали, и после полутора лет они начали говорить фразовой речью. Это очень важно, потому что речь человека является важным аспектом для его социализации и адаптации в коллективе. Если у ребенка хорошо развита речь, ему будет легче адаптироваться в том же садике, легче высказывать свое мнение, легче чувствовать себя на публике. И на самом деле это является частью soft skills, мягких навыков, которые являются важнейшим аспектом в дальнейшей успешной реализации любого человека. Коммуникация и умение договариваться, проводить переговоры, все это начинается с вот таких вот мелочей, когда вы развиваете мануальные навыки, мелкую моторику, развиваете речь, разговариваете с ребенком, развиваете его слух, и тогда у ребенка не будет задержек в развитии речи. И это значит, что каждый следующий этап он будет проходить, как это придумала природа, а не с задержками, и это очень важно. Все, что можно придумать и все, что можно сортировать, используйте. У нас это были мягкие помпончики, которые я тоже покупала в обычном тканевом магазине. Они стоят дешево, и на самом деле они очень классные, потому что ребенок, прикасаясь к ним, получает тоже разный и разнообразный тактильный опыт, что важно в плане развития органов чувств. Поэтому помпончики. Далее у нас стоит коробочка с кукурузными палочками разноцветными, которые можно использовать, когда ты делаешь поделки. Но мы эти кукурузные палочки использовали с детьми немножко другим образом. Мы тоже сортировали, кидали, складывали, заталкивали. Вот есть баночки, в которые мы заталкивали эти кукурузные палочки, как видите, я обклеила их, как будто бы это баночка-свинка, да, и мы открываем пятачок и кормим эту свинку вот этими вот палочками. То есть надо придумывать так, чтобы у ребенка оно было прикольно, весело и интересно. Тогда он будет хотеть включаться в эти процессы и с удовольствием выполнять эти задания. Для своих детей я делала сенсорные таблички с момента их рождения. Вот как раз эти полгода, пока ребенок находится на коврике для тренировок и развивает свои мануальные навыки, подвижность и так далее, координирует свои движения и проводит время на животике во время бодрствования. Вот в это время у меня была возможность делать эти сенсорные таблички своими руками. Они делаются абсолютно просто, вы просто должны добавлять разные элементы, а потом, например, липучки, открывалочки, закрывалочки, замочки, которые можно открыть-закрыть, разноцветные, с пуговичками и так далее. Все это дает тактильный опыт, и поэтому дети, когда открывают и закрывают замочек, у них задействованы две руки. Опять-таки включаются два полушария мозга, и это очень круто и полезно. Естественно, важно включать упражнения, которые предполагают, что ребенок или одним пальчиком, или несколькими пальчиками давит на пластилин, размазывая его об бумагу, или размазывая, делая движения пальчиком, или нажимая, тоже делая движения, эти которые развивают пальчики. Для этого вы можете взять любую картинку, или напечатать какую-то изначальную картинку, или просто взять бумагу и нарисовать самостоятельно то, что вы считаете нужным, и попросить ребенка соединить, сделать какую-то историю и включиться в процесс. В следующем упражнении вы видите, что дети собирают в бутылку маленькую мелкую пшеничку, и это действительно такое довольно сложное задание, потому что ее нужно схватить этими ручками, которые еще только учатся координироваться, и затолкнуть туда непосредственно в бутылочку. Следующее упражнение это пересыпание ложкой. В данной ситуации мой сын пересыпает землю для того, чтобы посадить свое деревце. На самом деле очень круто, если вы даете возможность ребенку сделать что-то самостоятельно, и потом поливать это дерево, ухаживать за ним и видеть маленький результат. Это может быть на самом деле какая-то обычная рассада, которую вы посадите у себя там где-нибудь на подоконнике, и ребенок тоже сможет поливать и следить за этим растением. Это развивает у ребенка заботливость, понимание того, как все происходит, какие процессы происходят, и действительно внимательность и любовь к природе. Моя любимая игра это, конечно же, наклейки. Наклейки можно использовать везде и всегда. Например, когда вы едете в машине, ребенка надо чем-то занимать, в самолете, в перелеты, переезды. Берете набор наклеек, обклеиваете руки и наблюдаете минут 20, пока ребенок поснимает эти наклейки, куда-то поприклеивает. Можно дать свою руку, чтобы ребенок вам потом ее поприклеивал, можно поприклеивать куда-то на переднее сидение или еще куда-то, но это действительно занимает много времени. И кроме того, ребенок должен скоординировать свои движения, отклеить, приклеить, и это тоже очень круто. Ну и тут продолжаем серию из закидывания доминошек и закидывания мягких пуфиков непосредственно в эти коробочки, которые все прорезаны дырочки под определенный размер. Следующий набор это палочки. Палочки для счета, которые мы потом будем использовать, но их тоже можно заталкивать в вот эти баночки. Ну и, конечно, можно просто обычные палочки из подмороженного коллекционировать и тоже использовать их для баночек. Более простое задание, которое более актуально для деток ближе к году, это, естественно, пирамидка, потому что там тоже должна быть хорошая координация движений, чтобы ребенок одевал эту пирамидку непосредственно на палочку, на которую нужно. Еще одна классная игра, на самом деле ее используют еще для грудничков, это игрушки, которые крутятся. То есть для того, чтобы ребенок перекрутил эту игрушку, он должен сообразить, как ему нужно управлять руками, в какую сторону крутить, как это делать. Вот такие вот игрушки, которые связаны с лабиринтиками, загадками, головоломками, тоже очень хороши, потому что ребенок должен провести эту головоломку с одной точки в другую, запутаться и не запутаться, распутаться и довести это до нужной точки. На самом деле, каждый из этих упражнений или игр занимает немного времени, поэтому вам важно это чередовать. Для того, чтобы не накупать в дом огромное количество игрушек и всяких гаджетов, и при этом, чтобы у ребенка было все время что-то новенькое, вам просто нужно включать свое креативное мышление. Вот вы идете, например, по комнате и смотрите, какие элементы вы можете использовать. Берете обычный друшлаг и туда заталкиваете макаронки. Это просто, это есть в любом доме. И это действительно тоже развивает мелкую моторику ручек и, в принципе, прикольно занимает ребенка на какое-то время. Также для того, чтобы развивать ручки, можно брать кнопочки, которые там кнопки-гвоздики, либо кнопки просто плоские, да, но они просто более сложные уже. Если ребенок переходит на следующий уровень, можно уже брать кнопки плоские и просить ребенка не только их заталкивать, но и доставать. Это еще более сложная задача. У нас были также еще такие простые гвоздики, которые используются в еде, когда у вас там шпажки всякие, да, в кулинарии используются, вы хотите сделать какую-то канапешечку, возьмите там штук 10 отложите для ребенка и пускай он тоже заталкивает этот пенопласт. Для начала это наш набор упражнений, который мы любили и очень часто использовали. С этого вы можете начинать упражнение для развития креативного мышления. А пока пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, было ли оно полезно, А я напомню, чтобы вы подписывались на канал Все дети гении, тут много полезного. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать важные выпуски. У нас есть английские книги, которые вы можете ставить на прослушивание ребенку. Также теоретическая часть по поводу развития мозга, тела, интеллекта, физических данных и многих других моментов у ребенка. Конечно же, вы можете присоединяться к практическим курсам, которые вы найдете по ссылочкам снизу, если хотите пройти полную программу и понимать, на каком этапе развития мозга что развивается. И самое главное, это не только теория, это практика. Что делать, с чего начинать, куда идти, чтобы развивать суперспособности ребенка. Все дети гении и у каждого есть какая-то своя сильная сторона. Если вы верите в своего ребенка, обязательно присоединяйтесь к команде ответственных и осознанных родителей. На сегодня все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!